100-дневный воркаут, образовательная программа для тех, кто хочет перевести себя в отличную форму или возвращается к тренировкам после долгого перерыва. Здесь расскажут, как эффективно заниматься, правильно питаться и ответят на все вопросы, которые могут возникнуть у новичка. И всё это абсолютно бесплатно. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Сегодня Вика испробует резинку с клубничкой с пупырышками. Вот эту. И, короче, на самом деле мы сейчас вам покажем, как научиться подтягиваться, отжиматься на брусьях, отжиматься от пола новичку, который ничего вообще делать не умеет, с помощью резинки. Поехали! Итак, друзья, начнём мы с подтягиваний. Так как Вика не может подтягиваться на одном узле, покажи узел. У нас будет два узла, тем самым мы сделали, чтобы резинка натягивалась больше и забирала её веса больше. Ну что, готово? Поехали! Ну что, поехали! Давай! Сможешь? Она, кстати, вообще не может подтягиваться без резинки. Вот, один раз. Давай хотя бы два раза, три раза. Два раза. Три раза. Давай на максимум сколько сможешь. Три раза. И смотрите, когда она уже не может подтягиваться... Давай, сделай. Когда она уже не может подтягиваться с резинкой, пока что может, вы немножко помогаете. И заново. Оп! И помогаете. Ты знаешь, что ты меня поднимаешь? Поднимаю, давай. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Всё. Если вы новичок, делайте на максимум просто. Другое вам помогает. Желательно, чтобы эта девушка была, потому что парня не кайфово будет поднимать. Поэтому поднимайте девушку и будет классно. Переходим к следующему упражнению. Это отжимание от пола с помощью резинки. Она тоже не умеет отжиматься. Погнали. Съемка уже идёт. Итак, переходим к следующему упражнению. Это отжимание от пола. Если сложно, она не может без коленок отжиматься. То есть, смотрите, теперь она с резинкой без коленок будет. А так она не может отжиматься без коленок просто от пола. Ну что, погнали с резинкой. Нормальный, стандартный отжимание. Тело прямо. Поехали. Оп. Держи волосы. Я держу. Держит он волосы. Сколько у тебя много волос. Раз, два. Это выглядит, как будто бы ты её вниз опускаешь. Давай один раз. Давай на максимум фигарь. Я чувствую её мышцы. Она мощная. Она очень мощная. Потом скажу. В жопу иди. Не вставляй от арты. Убери с него. В жопу иди не вставляй от арты. Так, чтобы тебя не качали. Итак, переходим к следующему упражнению. Это отжимание на брусьях. Она тоже вообще не умеет отжиматься на брусьях. Она даже не умеет отжиматься на одной намотке, на двух намотках. Поэтому нам пришлось сделать три намотки. И она вот так выглядит. Поэтому, если вы не можете отжиматься, то делайте три намотки тут и тут. Шесть намоток. Йоу. Это как скруточки. Короче, давай. Что-то я тебе уже не доверяю. Это как вейп. Давай. Давай. Давай я сама. Давай. Отпусти. Оу, да. Первый удар. И давай на максимум. Давайте начнем. Давайте начнем. Давай. Раз, два, три. Девяносто градусов рука, да, не ниже. Ну-ка, девяносто градусов, контролируем процесс. И когда она уже не может, мы ей помогаем немножечко. Твоя помощь закончилась сейчас как в прошлый раз. Может, ты уйдешь от моей задницы? Пожалуй, нет. Давай я помогу. Давай, не тебе. Залезай обратно. Почему ты не делала дальше? Не знаю, наверное, потому что ты стоишь в моей заднице. Так а что такого? Я в ходе стоял в твоей заднице никогда. Друзья, если вы новичок и хотите научиться отжиматься, подтягиваться, либо отжиматься от пола, короче, вам нужно делать по два-три подходика для начала. И делайте в каждом подходе на максимум, как сделали мы с Викой. И если у вас есть какой-то партнер, то он вам просто помогает, если вы уже не можете там подтянуться. И это будет максимально эффективно. Еще очень хорошее упражнение – это качаться вот на этой штучке. Если она у вас есть, то вы сможете на ней качаться. Если нету, то найдите качельки, и будет вам весело. Это у нас так с качели похоже. Итак, если вы считаете, что девушкам нужна резинка, то обязательно покупайте резинку и тренируйтесь с резинкой. Если вы девушка, конечно. Ну, если парень, то можно тоже с резинкой. Но лучше не надо. Если вы девушка, то с резинкой. Вот. Спасибо за внимание. Резинка была хороша, очень плотная. И увидимся в следующем выпуске. Пока.